Доброго времени суток! Поздравляю с церковным праздником! Святые, память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь, молите Бога о нас! Сегодня с вами Колян Платков, Елена Магадан, православная семиведы-любители, супруги Николая и Елена Морозова. Мы решили записать цикл бесед о православном супружестве. И сегодня мы будем говорить о покровителях супружества, святых Петре и Февронии Муромских. Это первая беседа. Беседа называется «Петр и Феврония. Ликбез для православных». Начнем. Святые Петр и Феврония Муромские канонизированы на Поместном соборе в 1545 году, как несночтимые. На соборе 1047 года установлено общее почитание их. Житие святых составил известный писатель и публицист XVI века монах Ермолай Еразм. По прозвищу Прегрешный. А соборы получили название Макаревские в честь митрополита Макария, которые проходили во времена правления царя Ивана Грозного. Житие не вошло в чате именеи память святых 25 июня по старому стилю или 8 июля по новому стилю. Возможно, это не день их смерти, а день одного из перенесения их честных мощей. 25 декабря 2012 года Священным Синодом Русской Православной Церкви был установлен еще один день памяти. Воскресенье перед 6 сентябрем по старому стилю или 19 сентябрем по новому стилю. Это последняя дата перенесения святых мощей Петра и Февронии Муромских, которая состоялась в 1992 году. Второй день памяти святых Петра и Февронии связан с праздником День Любви, Семьи и Верности. И сейчас мы об этом празднике поговорим. В 1990-х годах в городе Муроме возобновлено прекращенное в СССР почитание святых Петра и Февронии. В начале 2000-х годов решение мэра Мурома ко дню Петра и Февронии было приурочено празднование Дня города. При участии фонда социокультурных инициатив под руководством жены президента России Светланы Медведевой был учрежден праздник День Любви, Семьи и Верности. Впервые праздник отмечался в 2008 году. Так как этот праздник попадает на Петров пост, то венчаний в этот день нет, хотя ЗАГС браки регистрирует. А какой же День Любви, Семьи и Верности без венчаний? И это стало темой для многочисленных шуток разной степени приличности. Петров Февроньев пост. 8 июля можно есть все, а оставшиеся дни поста доедать салаты. Поэтому не прошло и нескольких лет, как был установлен Священным Синодом еще один День Почитания Святых Петра и Февронии Муромских. Но это уже никакой не государственный праздник, и вообще про него мало кто знает. Заворядный День Почитания Святых, когда можно венчаться. Символом праздника стала ромашка, и это, в свою очередь, тоже стало темой для многих шуток. Хорошо пропьянная ромашка затмевает целый букет роз. А что говорит об этом наука по имени История? В летописях Петр и Феврония не упоминаются, зато есть древний письменный источник под названием «Повесть о житиях новых муромских святых, чудотворцев, благоверного и преподобного и достойного похвалы князя Петра, названного военничеством Давидом, и супруги его, благоверной и преподобной и достойной похвалы княгини, Февронии, названной военничеством Ефросинией». Это апокриф, который не вошел в чате именеи. Зато в сам этот апокриф вошли многочисленные легенды и сказания муромской земли про агариков меч, про мудрую деву и многое другое. Кстати, как там с критерием достоверности? Чем меньше времени между событием и дошедшим до наших дней письменным источником о нем, тем достоверней. Например, архивы Великой Отечественной войны. Разница всего несколько дней. Святой Евангелие. Разница несколько десятков лет. Повесть о Петре и Февронии. Разница 350 или от 300 до 200 лет. Лиада. Разница несколько сотен лет. А Юрведа. Разница несколько тысяч лет. Получается, что повесть о Петре и Февронии от Ермолая и Еразма по достоверности сравнима с балладой о Троянской войне от Гомера. Кстати, надо пояснить, откуда эти цифры берутся. Из сведений о муромских князях, которые дошли до наших дней, благодаря летописи, смотрим схему и видим два периода, когда могли жить Петр и Феврония. Из этой же схемы мы видим информацию о детях Петра и Февронии, которых, по словам некоторых известных и уважаемых священников, не было. Ну, потому что это священники, а не историки. Продолжение в следующей части. Продолжение в следующей части. Про Юрия и Святослава известно, что княжа жили в Муроме. Про Евдокии известно, что она вышла замуж за Святослава Всеволодовича, сына Всеволода Большое Гнездо, родоначальника князей Юрия в Польских. В 1228 году была пострижена в монахине в Борисоглебском монастыре у Мурома. Всех, кто не верит в наличие у Петра и Февронии детей и ищет православные источники, приглашаю в паломническую поездку в славный город Юрьев-Польский. Князь Святослав Всеволодович прославлен в лике святых. Его мощи лежат в одном из храмов. Экскурсоводы упомянут родословие его супруги. Упомянут родство с Петром и Февронией. Но если экскурсовод будет честный, то он упомянет родство с князем Давидом Юрьевичем. Потому что не факт, что это князь Петр. За период с 1248 по 1345 годы имена муромских князей до нас не дошли. Так что если Петр и Феврония жили именно в тот период времени, то нам про них и про их детей неизвестно ничего из летописи. Совсем ничего? Только то, что мы знаем по данным истории и археологии. А это немало. Самое главное, что мы знаем о жизни Петра и Февронии, это, во-первых, Средневековье, во-вторых, феодальный строй. В-третьих, географическое положение. Из курса школьной истории известно, что основная производительная сила – это крестьянство. Есть немного купцов и ремесленников. Власть в военной аристократии, которая берет дань с населения и постоянно враждует друг с другом. Ну, школьный учебник все читали, но я думаю, что мало кто понимает, что за этими словами стоит. Иначе бы не изображали средневекового князя, как какого-нибудь студента-гуманитария, клиента христианских клубов-знакомств. А как выглядел средневековый князь? Очень непривлекательно для современного человека. Для этого надо понимать, как функционирует феодальное общество. А функционирует оно так. Человек, который не комплексует грабить и убивать себе подобных, собирает банду таких же уродов, отморозков. На награбленные деньги покупает коня, доспехи и оружие. Все это стоит очень-очень дорого. Поскольку он ярый в бою, то он называется боярин. И бояре собираются и выбирают себе главаря. И вот этот главарь – это князь. С наукой в те времена напряженка. Поэтому по интеллекту этот князь из феодальных времен будет, как современный какой-то маджахет из Афганистана. И нравственные ценности у него такие же. Что захочет, то возьмет. Кого посчитает виноватым, того казнит. И никто ему ничего не сделает. Потому что он хозяин, он сильный. Как-то так. Да, строго. Какой-то бандитский образ у князя. А как раз наоборот. Это бандиты живут в феодальном обществе. И если дать им волю, то они и все общество туда затягивают. Поэтому одна из задач государства – это борьба с разными антисоциальными элементами. Собственно, когда комиссия по канонизации решала вопрос о канонизации русских святых, то смотрели, не участвовали в каких-то языческих обрядах и не воевали с братом за наследство. Если этого нет, то все, благоверный князь. О других сведениях просто не дошло до наших времен. Ну, с Петром более-менее понятно. А про Февронию что можно сказать? Можно сказать, что она не была простой крестьянской девушкой. Как это ошибочно многие уважаемые люди полагают. Потому что если бы она была простой крестьянской девушкой, то когда ей бы что-то князь приказал, то она бы все это сделала. Потому что хочет жить. А если она дура и упрямая, то ей бы объяснили соседи. Потому что они тоже хотят жить. Но перед тем, как до Февронии добрался бы Муромский князь, до нее бы добрался Рязанский князь. И увидев в ней ценность, так как она лечит, он бы взял ее под свое покровительство. Поэтому Петр бы поехал не напрямую к Февронии, а поехал бы к Рязанскому князю. А если бы он поехал напрямую к Февронии, то он бы имел дело не с упрямой девицей, а с дружиной Рязанского князя. Так что однозначно Феврония – это непростая крестьянская девушка. Ну да, а кем же она была? Из того, что написал Ермола Еразм, следует, что это дочка языческого жреца. Лосково – это, скорее всего, было городище языческое, не подчиняющееся христианским князьям. Археология таких городищ раскапывает довольно много. Соответственно, городище – это чистокол из бревен. За этим чистоколом стоит несколько домиков. В этих домиках живут вооруженные мужики, которые в честном бою князю ничего сделать не могут, но если их обидеть, то они могут сильно князю из-под тяжка нагадить. И князь это понимает. И поэтому ссориться с ними не будет. А змей тогда кто? А об этом мы поговорим в следующей части. А мы продолжаем беседу о святых Петре и Февронии Муромских, которые являются покровителями супружества. Часть третья. Поговорим о том, кто такой змей. Змеем вообще на Руси называли всяких нехороших людей. Если в Китае змей ассоциируется с чем-то хорошим, то на Руси все змеи – это гады, враги. Соответственно, это, скорее всего, был какой-то язычник, у которого с братом Петра договор о ненападении. Поэтому этот змей запросто может умереть от Петрова плеча. Потому что феодальная раздробленность с одним братом договорился, а с другим братом не договорился. Поэтому этот брат может быть его врагом и ждать удобного повода, чтобы атаковать. Ну, реально мафия. Да никакая не мафия, а просто разрозненные банды отморозков, которые иногда с кем дружат вместе против кого-то внешнего, и иногда друг друга режут. Потому что это средневековье. Не забывайте, это средневековье, а не тусовка реконструкторов современных. А ведь Феврония-то Петра молитвы лечила. А современные экстрасенсы тоже молитвы лечат. Надо понимать, в то время не было разделения медицины и религии. Не было разделения христианских и языческих обрядов. За чистотой веры мало кто следил. Потому что для того, чтобы следить за чистотой веры, надо иметь богословские книги, и надо эти книги уметь читать. И с одним, и со вторым было очень проблематично. Ай, да, строго. Но зато у Февронии есть мотивация выйти замуж за князя христианина, принять христианство. Ага, а это где-нибудь написано? А это... Об этом можно догадываться, потому что вариантов не так много. Ну, смотрим. Во-первых, про то, что Петр и Феврония друг друга полюбили, нигде не говорится в повести. Как мудрая девушка, Феврония должна понимать, что неравный брак, или брак для того, чтобы выйти за кого-то богатого, это тоже ни к чему хорошему не приводит. К тому же могла попросить денег, если ей нужно богатство. Могла попросить должность, если ей нужна власть. Значит, методом исключения или религия, или политика. Но в плане политики она ничего особо вроде как не сделала, то есть славу эсферии она не достигла, значит, скорее всего, религия. Потому что мы в дальнейшем уже видим, что она христианка и принимает христианскую кончину в православном монастыре. Если у кого-то есть другие идеи про то, какая цель у Февронии, чтобы выйти замуж за князя Петра, пишите комментарии. Но не забывайте, что действие происходит в Средневековье. Да, теперь поговорим о самом интересном, о приключениях Петра и Февронии. Сначала поговорим о том, как вообще возникают мифы и легенды. Возникают они по одному и тому же алгоритму. Было какое-то событие, и чем дальше, тем большими подробностями оно обрастает. И эти подробности берутся из каких-то других событий или историй. Приведем пример из современности. Ну, допустим, на мероприятии под названием «Бессмертный полк» идет отраковиться правнучка ветерана с портретом прадеда, который воевал в Курской битве. Допустим, эту отраковицу попросят рассказать про Курскую битву. Как ты думаешь, что она вообще расскажет? Ну, если учесть современное образование, то, скорее всего, вспомнит, что там были танки. И далее все, что она слышала про танки. Ага. А еще она наверняка смотрит современные фильмы про войну и расскажет, что был такой танк-призрак, Белый Тигр, который отстреливал наши танки. А когда медсестра достает из танка умирающего танкиста, то он первым делом ее попросит... ПОКАЖИ СИСЬЕЙ! Жесткая кровать. А в это время им на голову санолета справит большой у нас санолета справит и фашистом. ПОКАЖИ СИСЬЕ! ПОКАЖИ СИСЬЕ! ПОКАЖИ СИСЬЕ! ПОКАЖИ СИСЬЕ! ПОКАЖИ СИСЬ! Но у наших предков фантазия была менее буйная, но более предсказуемая. Так как автором летописи был монах, то по причине того, что кроме него никто другой не умел читать и писать, то вся его фантазия сводилась к тому, что он читал и писал. Что он читал. А это были, ну, во-первых, чудеса Божьи, искушения дьявольские, хозяйственные бумаги и события из прошлых летописей. Других текстов не было в принципе. Таким образом, точно то, что было на самом деле, мы, конечно, никогда не узнаем, но можем предположить примерно, как развивались события. А что могло быть со змеем и агреговым мечом? Ну, если учесть феодальные разборки, то некий гад пользует жену князя. Такое возможно в ситуации, если этот гад язычник, а князь ему сильно задолжал. Ответить грубой физической силой князь не может, ибо связан договором о ненападении. Зато брат Петр таким договором со змеем не связан. А, хорошо. А зачем нужен особый меч? Ну, в те времена люди были довольно суеверными и наделяли оружие мистическими свойствами. Но, кроме мистики, в те времена сделать качественный меч было очень сложно. А в поединке на мечах, если меч у кого-то накроется, то следом за ним накроется его владелец. А с агриком была легенда такова. Собрались богатыри, каждый со своим мечом, стали спорить, чей меч лучше, дошло до драки, типа поединки, друг друга перебили. Тот, кто остался самым лучшим мечом, был смертельно ранен и от греха подальше свой меч спрятал. Классический меч-кладенец, без которого не обходится ни одна легенда о русском богатыре. Ну, а как же оборотень? Здесь еще проще. А мы продолжаем беседовать про Петра и Февронию. Поговорим о том, как же вообще может быть такой змей оборотень. Значит, ну, что, здесь еще проще. Одежда у всех похожая, рожи одинаково бородатые, и если кто-то приходит в княжеское жилище, и его туда пропускают ночью, то это может быть только князь. А кого еще пустят к княжеской жене, если не князя, ночью. А дальше образ оборотня развивает мистическое сознание средневековых людей. Как-то так. Ну, а все-таки чем болел Петр? Ну, если учесть, что с гигиеной в средневековье было тяжело, то кожных болезней может быть великое множество. Ну, все же, а как же русские бани? Ну, русские бани это чтобы в чистый четверг помыться перед Пасхой. А регулярно мыться, как в Древнем Риме, это замучаешься дрова рубить и воду носить. В Древнем Риме потеплее. Кроме того, Древний Рим обслуживает много-много-много бесплатных рабов. Кроме того, князь под доспехами носил такую одежду, которая называется подлатник, из конского волоса. Она довольно теплая, ее довольно тяжело постирать, поэтому она пропитана потом и грязью. Там живет множество вшей других кровососущих насекомых. Так что у Петра могло быть самое банальное множество расчесанных, воспалившихся укусов разных кровососунов, самое простое, ну и до самых вообще серьезных кожных болезней. С медициной было там плохо, диагностика не велась. Ну это да. А как Феврония Петра лечила? Ну в то время врачи когда лечили они ничего не писали как наши современные врачи. Поэтому никакая история болезни не велась. Ну помыть, помазать, напоить каким-то отваром, совершить какие-то религиозные обряды мистические, а дальше человек или выздоровеет или нет. Участие врача в клинической картине болезни не доказано. Ну да, а зачем Феврония Петру вопросы задавала? Ну состязаться в мудрости вообще любили люди в самых разных народах. Здесь интересно вообще, что все мудрые девы это или Мария или Василиса или Феврония. Ну редко какие-то еще другие мудрые девицы упоминаются в легендах. Ну вот например возьмем такую сказку. Одна траковица с ростовщиком спорила о реструктуризации долга родителей. Ну ростовщик задал ей задачу. Типа угадаешь прощу долг, не угадаешь не прощу. Ты значит приходи не голая не одетая, не пешком не на лошади и принеси мне и подарок и не подарок. Ну чего от раковица взяла надела на себя рыболовную сеть села на козу и принесла зайца в мешке. Ну ростовщик мешок открыл зайца убежал. Как зовут девицу? А Феврония в детстве разумеется а можно ли про магию подробнее? Ну конечно Феврония. А с магией все просто. Во-первых занималась целительством Феврония. Во-вторых заяц в доме это все-таки дикий зверь это не кошка. В-третьих в доме нет собаки. Это явно что собака нечистые животные это какая-то мистика с этим связана. В-четвертых в доме нет слуги. Дом без очей. Да, а один батюшка говорил что когда Феврония сожалеет о том что в доме нет отрока то она намекает что хочет замуж и рожать детей. Ну Феврония это все-таки не клиентка современного клуба христианских знакомств. Это во-первых. А во-вторых я очень сомневаюсь что у самого у этого батюшки малый ребенок открывает дверь незнакомым людям и встречает их. Отрок означает малый но это не обязательно по возрасту он означает это малый по положению это здоровенный такой амбал но отрок потому что он в подчинении у хозяина. Отрок это то же самое что у американцев означает словом бой пацан парень А как насчет брака? Ну об этом мы поговорим в следующей части а мы продолжаем говорить насчет Петра и Февронии про Петра и Февронию покровителей любви семьи и верности поговорим на тему брака значит про то зачем Феврония решила выйти замуж за князя Петра мы уже говорили почему боярам не понравилось Феврония это тоже элементарно это сейчас современные молодожены могут по своей воле вступить в брак где-нибудь снимать квартиру и самостоятельно жить а в средневековье от желания молодоженов в общем-то не зависело ничего потому что брак это был результатом хозяйственного или политического сговора родни этих самых молодоженов если они нарушат волю родителей то они ничего не смогут сделать они не выживут одни их нигде не примут и они по дороге далеко не отъедут от родного места так что родня князя могли быть очень недовольны что князь притащил совершенно чужих людей и тем самым велел им немножко потесниться так что вполне понятно но бояя они могли имели полное право князя Петра из города своего изгнать но сам Петр имел такое же полное право основать новый город какой-нибудь и он этим правом воспользовался снарядил две ладьи погрузил на них всяких ценностей и верных ему людей опустились вниз по реке Акке и там решили основать город и собственно в это место явились посланцы от бояр и попросили князя вернуться потому что они увидели что Петр с собой взял много всего ценного и много ценных людей и бояры как люди военные поняли что очень сильно ослабла их военная мощь и если сейчас явятся какие-нибудь камские или волжские булгары то они побьют сначала одних а потом и других и поэтому они решили Петра вернуть пусть даже вместе с Февронией и со всей родней Февронией жизнь то хочется ну здорово а что можно сказать про монашество и смерть когда князь или боярин принимал монашество это означало что он уходит в отставку с военной службы монастырь в те времена был это стратегический объект он выполнял множество хозяйственных функций а еще и научных функций потому что кроме как в монастыре не найти человека который умеет читать писать и считать то есть все хозяйственные договоры они через монастырь представьте что это было в средние века какое значение монастыря и кстати в средневековье светские вообще люди не любят это упоминать но монастыри и митрополиты и патриархи они были более влиятельные чем князья иногда потому что владели землей а земля это производительные силы это средство производства и производительные силы в феодальном обществе монастырь владеет землей и поэтому монастырь может быть круче князя а при чем же здесь когда уходили при смертельной болезни тут же еще как было что во первых если человек умирает умирали мужики как правило от инфицированной раны а женщины от неудачных родов человек явно умирает через несколько дней помрет его сразу быстро стриглив великую схему как красиво да и соответственно хоронили уже как съемника здорово могли похоронить в монастыре если знатный род то родичи могли к себе затребовать потому что у них родовая усыпальница и как потом они отчитаются а где там прабаб прадед в монастыре в каком-то почему не среди всех не среди всей родни у них же еще были языческие суеверия что вся родня должна лежать рядом чтобы в мире ином или после великого воскресения они все с другом встретились еще кстати вот интересно что феврония она вышивала перед смертью богослужебные предметы в частности покров на евхаристическую чашу а незадолго до этого скончался сын князя Давида Юрьевича Святослав и поэтому она как христианка милостыня благотворительность за упокой души это древняя тоже христианская традиция что вот она делает пожертвования собственными руками на храм тем более не просто на храм а на евхаристическую чашу ну круто а вообще успеет ли она до конца недели ведь мастерицы одной изделия несколько лет вышивали а это смотря какой узор воздух это покров на евхаристическую чашу изделие небольшое вот мы с тобой были в музее археологии Москвы и видели параман 17 века так это маленький черный платочек на котором сделано несколько кривых стежков с суровыми нитками ну лично я бы такое вышел за час ну круто а все-таки как Петр и Феврония могли оказаться в одном гробе ну здесь как раз все очень логично и без мистики два монастыря находятся рядом в мужском монастыре находится княжеская усыпальница где хоронят родственников неважно в монашестве или не в монашестве ну и чисто практически княжеские родственники могли пойти в монастырь за темом княгини и попросить монахини отдать тело княгине и объявить случившееся чудом за это могли получить некоторые вознаграждения ага то есть ты не веришь чуду как не веришь почему же просто я выдвигаю более вероятную гипотезу как могли развиваться исторические события на основании того как подобное бывало в те времена для христианского чуда совсем не обязательно чтобы ангелы действовали а мы постепенно оканчиваем нашу беседу о святых Петре и Февронии Муромских только что моя жена обвинила меня в самом тяжком преступлении около церковной субкультуры в неверии в чудеса отвечаю я принимаю на веру без доказательства только догматы православного христианства так я тоже эпизоды из жизни христианских святых не являются догматами поэтому я ищу для них в первую очередь материальное объяснение кроме того в христианском понимании чудо это не обязательно то что делается сверхъестественным способом какими-нибудь ангельскими силами вполне достаточно для того чтобы считаться чудом чтобы что-то случилось в нужное время в нужном месте с нужными людьми и имело опыт да и имело какие-то духовные последствия для конкретных людей вот то что мы с тобой в 2012 году встретились в Великавицком крестном ходу это тоже чудо так точно да ну и теперь остается что о самом главном да остается рассказать о самом главном откуда мы получили те знания которыми мы с вами только что поделились в этой видеозаписи да сейчас довольно много книг в названии которых есть Петр и Феврония при ближайшем рассмотрении большинство из таких книг являются пересказом повести о Петре Февронии от Ермова Еразма причем дополненные своими размышлениями обычно и эти размышления имеют обычно характерную ошибку то есть людям живущим в средневековье приписываются мысли и умозаключения современных студентов современного офисного планктона современных пациентов психиатрических больниц что так серьезно ну да вот один батюшка высказал мысль что Петр и Феврония живя в браке воздерживались от супружеской близости поэтому у них не было детей я даже не хочу это комментировать пусть это будет для наших слушателей домашнее задание да подсказываю Петр и Феврония это средневековая князь и княгиня а не клиенты современной религиозной секты но одну книгу из множества Петра Февроведческой литературы я все же хочу выделить и порекомендовать прочитать это Т.Н. Данилова Петр и Феврония наша главная история любви Москва издательство Вече 2010 год не знаю видно не видно думаю видно значит это качественная научно-исследовательская работа обширная библиография хорошо подобраны цитаты ссылки на первоисточники написано просто и интересно всем рекомендую а круто да про жизнь средневековой Руси лучше всего читать учебники для вузов но это тяжело конечно но к счастью в интернете есть видеоролики подобные нашим но только намного более профессиональные и намного более интересные ну например от военного историка Клима Жукова который специалист по средневековому оружию средневековым битвам ну и вообще про быт средневековой Руси значит Клим Александрович Жуков но только надо выбирать именно его лекции по истории а не по политику а по поводу того как археология изучает материальную культуру рекомендую лекции Олега Двореченского у него тоже есть про политику надо опять же выбирать именно про археологию нигде вы лучше чем у археолога про археологию ничего не узнаете да вот еще рекомендую посещать краеведческие музеи причем не только в Муроме но и в разных городах где есть экспозиции на тему средневековой Руси это интересно на этом наша беседа окончена простите за нескладную речь неумелый видеомонтаж это наша первая запись которую мы спешили сделать к празднику день любви семьи и верности да с вами были православные семьи виды любители супруги Николай Елена Морозова известные как Лена Магадан и Колян Платков до встречи в следующих видеороликах всем до свидания ставьте лайки субтитры